Приветствую вас, Татьяна. Смотрите, несколько вещей есть, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, это то, что вы ревнуете, вы сравниваете себя на глубинном уровне с теми женщинами, с которыми так или иначе взаимодействует ваш мужчина. Ну вот, в общем, все указывает на заниженную сумасшенку. Это первое. Второе, вам 40 лет, вы долгое время были одна, вероятно, у вас есть опыт прошлых отношений какой-то, соответственно, бросил отношения у вас не складывались. Если бросил отношения у вас не складывались, то какие-то ваши действия, паттерны к этому приводили. Это может быть жизненный сценарий, деструктивный жизненный сценарий, по которому вы выбираете неподходящих себе мужчин. В том числе и этого мужчину тоже. Хотя и не факт. Поэтому ваши отношения с мужчинами необходимо проанализировать, выявить сценарий и его скорректировать, чтобы брать деструктивные паттерны. Следующий момент. Вы говорите про то, кто не хочет себя драться. Про то, что не согласны на что-то такое вот недлительное, несерьезное. И тут на самом деле есть некоторая сложность, потому что отношения сам по себе это выбор. Это не решение, что вот я буду с этим человеком всю жизнь, например, и всё. Нет. Это выбор. И выбор это делается в каждую секунду. У отношений, как таковых, нет будущего и нет прошлого. Хотя, прошлого, конечно, даёт особо знать. Но отношения живут здесь и сейчас. Неизвестно, что будет завтра. Неизвестно, захочет ли завтра человек быть с нами. Неизвестно ли вы захотите быть с человеком завтра. Отношения это выбор. И выбор становится возможным тогда, когда мы направлены на человека, а не на себя. Когда мы хотим сделать человека счастливым. У меня, по прочтению вашего текста, сложилось впечатление, что счастливы хотите быть вы. В этом нет ничего плохого, но для этого другой человек вам не нужен. Так получается, что вы используете мужчину для того, чтобы быть счастливым. Ну отсюда, соответственно, и ваша постановка вопроса, что я не хочу, чтобы... Не хочу тратить себя, там, на что-то сомнительное. Вот. Но разве... Желание сделать кого-то счастливым? Есть трата себя. Разве желание сделать кого-то счастливым, это что-то сомнительное? Нет. Это не сомнительное. Это истина. И не важно, какой человек. Другой вопрос, если вы хотите что-то для себя получить и решить какую-то свою проблему. Это очень другой вопрос. Другой вопрос, если вам вот с человеком хорошо. И хорошо настолько, что у вас появляется число собственного числа к этому человеку. Ревность и прочее. Но дело здесь не совсем в ревности, хотя и в ней тоже. А дело в том, что пребывание с этим человеком слишком меняет вашу эмоциональную оценку. Меняет его настолько, что волей-неволей вы становитесь зависимы от этого состояния. Что естественным образом порождает желание это состояние удержать как можно больше. Но, чем больше вы будете в этом состоянии находиться, тем больше не удовлетворенно вы будете чувствовать. Потому что это состояние в данном контексте вам не подвластно. А полностью зависит от другого человека. Следующее. На что я хочу обратить внимание. Это родительская позиция. Это плохо, что он заходит на сайты с определенным контентом. Это плохо, что он заходит в определенные группы тоже с определенным контентом. Это именно что плохо, говорится. Вы не говорите так, что для меня, например, это неприемлемо. И я этого не хочу, например. Вы так не говорите. Вы говорите, что это плохо. То есть вы оцениваете и осуждаете. Здесь ваша родительская позиция. Как будто бы просыпаться. Родительская позиция. Позиция догм. Догма. Позиция норм. Мужчина, несмотря на то, что старше вас, ведет себя, по крайней мере, из вашего рассказа, как ребенок. И получается, что в данных отношениях вы выбираете такого мужчину, с которым бы вы могли быть родителем. Мамой. Это мама читает мораль, это мама читает наталья, это мама говорит, что вот это плохо, это плохо. Но вот в чем проблема. Может быть, именно потому, что вы ведете себя в отношениях с мужчиной как мать в какой-то степени, в той или иной степени. Несмотря на то, что в интимной сфере у вас все в порядке, мужчине нужно вот это. То, что он делал. Заходит на сайты с определенным контентом и в группы тоже с определенным контентом. Это одно странное. Это только предположение, Татьяна. Это не факт. Это не утверждение. Это гипотеза. Следующий момент. Момент. Вы можете сказать человеку, ну в первую очередь себе, что мне неприятно. Допустим. Ну вот мне неприятно, что ты вот посещаешь этот сайт, там группы и прочее. Но вам необходимо добраться до корня проблемы. А корень проблемы в том, что это угроза потерять отношения и вместе с ними потерять что-то для себя. Другой вопрос, и это ваша проблема, что то, что вот вам нужно, находится в другом человеке. Другой вопрос, что если это не укладывается в ваши ценности. Вот, к примеру, насилие. Да, насилие. Можете представить себе такую ситуацию, когда рядом с вами, скажем, в соседней квартире, если вы живете в многоквартирном доме, или в соседнем доме, если вы живете в частном доме. Семейная пара дерется. Постоянные драки между ними. Вас это не касается никаким образом. Наоборот, пара с вами дружелюбная, извеляет желание помочь и так далее. То есть, к вам отношения исключительно позитивные. Но между собой люди дерутся. И вы можете сказать, что мне все равно то, что они дерутся. Ну, дерутся, дерутся их выбор. Вы можете сказать, что в моей системе ценностей, как бы, это неприемлемо, то, что они дерутся. Да? Меня это не задевает никак, но мне это неприемлемо, то, что они дерутся. А еще вы можете сказать, что из-за того, что, например, муж бьет жену, мне он неприятно. Это тоже страх. Перед тем, что, может быть, муж вас будет бить. Понимаете? И то же самое касается и вашего отношения к тому, что делает мужчина. Неприятно. Лично вам вас это задевает. И вы при бептеке говорите, что вас это задевает. Но проблема лишь в том, что когда человека что-то задевает, это значит, мы говорим о его слабых сторонах, о ваших слабых сторонах. О том, что вы себе не способны принять. И перекладываете ответственность за эту проблему на мужчину. Удивительным образом вы выбрали мужчину, который достаточно популярный. Вот. Вместе с тем, вы можете решить для себя, насколько это приемлемо для вас. Насколько это соответствует вашим ценностям. Без личной боли, без изменения своих представлений о себе, своих собственных. А тут идея в том, что вы сравниваете себя с этими женщинами. И сравниваете свои цели и свои желания с их целями и желаниями. То, естественно, свои подвергают вам мне. Ну, вы можете, как бы, оценить, вот, и уже, как бы, нести ответственность за свой выбор. Дальше. Основа для построения любых отношений, это безусловное принятие другого. Но, если мужчина 50 лет в своем образе жизни имеет посвящение подобных сайтов и групп, скорее всего, он будет это делать и своей партнерщикой. Почему? Да потому что привычка. Образ жизни. Он от этого скорее всего не откажет. И даже для него скорее всего это руки. Вы это не можете воспринимать так, потому что вы это соревнуетесь, конкурируете с этими женщинами. Вам больно об этом. Вам кажется, что мужчина, посещая подобные группы, обесценивает вас. Но, если вы посмотрите, вы обесцениваете себя. А мужчина, как отчасти правильно сказал ваш сын, воспринимает это совсем по-другому, совсем. Отношения с сыном, кстати, тоже вызывают некоторые вопросы, например, про то, что отношения с сыном у вас, ну, в общем-то, достаточно современные и хорошие. Не каждая мама будет обсуждать со своим сыном подобные темы. Но это не коррелирует с тем, как вы относитесь к мужчинам. Это означает, вероятно, что именно мужчину, которого вы воспринимаете как мужчину, в какой-то степени вы склонны как-то вот обесценивать и в нем сомневаться. А к сыну вы относитесь как раз таки так, как могли бы относиться к мужчине, к мужчине, к мужчине. Но к сыну вам это позволяет, вам, к сыну вы позволяете себе так относиться, вероятно, потому что от него какого-то, какого-то вот предательства того, что вы считаете, предательства вы не ждете. Потому что, опять же, у вас есть сын, а со своим сыном отношения не сложились. И не важно, как вы это объясняете, они не сложились. И вы сделали вклад в то, чтобы отношения не сложились. Замки, заметьте, я вас не обвиняю, Татьяна, я просто говорю о фактах. У меня нет цели вас обвинять. Но у меня есть цель увеличить уровень контроля вами в вашей жизни. Цель еще, на что я хочу обратить внимание. Это на отсутствие доверия себе. То есть вы не доверяете мужчине, вы тревожитесь по поводу вот того, что вот, 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 по поводу этих моментов. У вас это, у вас это выбивает почву из-под ног. Это не доверие себе. Это не доверие себе. У вас появилась возможность быть счастливым. Как вы думаете? Вы верите, точнее, поверили в то, что можете стать счастливым. Ну, вы даже пишите в тексте об этом. Вот. Я поверил. И теперь, такие вот моменты. Вам мешал. И тут, знаете как. Что-то такое. С одной стороны, вы себе не доверяете. И, как я и сказал, имеете те проблемы, которые имеете. Об этом я говорил ранее. С другой стороны, есть мораль. Морализапс, по-точнее. Понимаете? У любого действия есть свои степени. Да. То, о чем говорите вы. Я имею ввиду просмотр контента, да. Определенного. Групп. Фотографий. Я бы сравнил с просмотром боевиков, детективов и так далее. Вы считаете это изменой? Понятно почему. Потому что вы обесцениваете себя и, как бы, считаете в глубине души себя, что с вами что-то не так. Давайте подумаем о другом. Немножко. Потому что самооценкой и страхом измены в любом случае нужно работать. Я думаю, что есть связь между тем, что вы боитесь измены в какой-то степени. Тем, что вы сравниваете себя с другими женщинами в какой-то степени. И тем, какого мужчину вы выбираете. Есть ощущение, что вы выбрали именно этого мужчину, чтобы доказать, наверное, в первую очередь себе, что вы лучше всех других женщин. Вот именно поэтому вы долго были одна, не хотели конкуренции. Любые отношения для вас это конкуренция. А значительная уверенность в непринятии себя и своих достоинств также недостатков. Ну давайте немножко о другом. Сейчас поговорим. Вы говорите, что просмотр определенного контента это измена. В таком случае, поскольку по своему, так сказать, своей структуре и наполнению контент ничем не отличается от другого вида контента, просто разновидность контента. Вот. То, как я и сказал, давайте рассмотрим на примере боевиков. Следуя вашей логики, если человек смотрит в боевик, то он сам является боевиком. В том смысле, что готов идти сейчас на улицу, брать оружие и кого-то убивать, кого-то стрелять, с кем-то сражаться. Ну, согласитесь, это не так. Это не так. Это не так. С другой стороны, некоторые люди могут любить фильм-фильмы такого рода, могут увлекаться оружием. Да? Они увлекаются огнестрельным оружием. Это их всё называется хобби. И опять можно сказать, что вот, он смотрит боевики, он увлекается оружием, он опасный человек. Но и здесь ситуация, мягко говоря, немножечко не такая. Увлечение оружием может быть безобидным, а может быть таким, что человек как-то это оружие использует. Вопрос в том, как? Короче говоря, у просмотра любого контента есть свои последствия в виде действий определенного рода. И иногда человек просто наслаждается контентом, который он смотрит. И совершает определенные действия. Вопрос в том, какие это действия. Знаете, такая штука. И очень важно, чтобы вы выработали, выработали отношение к этим действиям, к действиям, а не к просмотру контента. Потому что просмотр контента может быть, извините, просто из любви к искусству. Для примера, чтобы вам, может быть, было немножечко понятнее, я могу привести такой пример, что ваш покорный слуга, то бишь я, очень любит фильмы про восточное единоборство, ну вообще про единоборство, вот. При том, что ваш покорный слуга не владеет ни одним видом боевых искусств и вообще крайне далек от спорта. Но он обожает фильмы такого рода. Это просто контент, это просто искусство. А я мог бы, возможно, так же как и ваш мужчина, совершать какие-то действия, которые в какую-то степень воплощают контент в реальную жизнь. И вот здесь важно понять, как вы к этому относитесь. Не с точки зрения того, что вас это задевает и вам это больно, тогда это чувствовавшая проблема, а с точки зрения, насколько это относится к вашим ценностям. И понять вы это сможете только тогда, когда это не будет вас задевать. Тогда вы сможете спросить себя, о, а насколько я могу принять вот то, что мужчина делает. И всё. Но для этого нужна определённая работа. Такая вот история. В принципе, добавить мне больше нечего. Я здесь вижу, конечно, психотерапевтическую работу с вами, с мужчиной, с вами обоими. Вот. С мужчиной, понятно, только если он этого сам захочет. Да, может быть за тем, что он делает, стоят определённые проблемы. Безусловно. Может быть. Может быть. Скорее всего. И для нас с вами это практического значения никакого не имеет. Потому что если человек не считает это проблемой, он и решать эти проблемы не будет. И напоследок я хотел бы сказать вот ещё какой момент. Вы, надеюсь, простите меня за то, что я об этом говорю, но я должен это сказать, что человек в вашем возрасте, как правило, уже сформировавшаяся личность, равно как и ваш мужчина тоже, со своими установками, догмами, своей точкой зрения и так далее. И вот вдвойне странно, что вы просите вас сориентировать. Как ни странно, у меня из данной данного посыла возникает одна мысль. Либо вы настолько неуверенный в себе человек, что сомневаетесь в себе и не знаете, как поступить. Либо вы уже имеете свою позицию и хотите, чтобы вам данную позицию подкрепили. Хотите поддержки. Ну, если это так. Если второго, конечно. то в таком случае мы вам не поможем. Но сможем помочь, если первое. На этом всё. Я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok